Маршрут перестроен Субтитры подогнал «Симон» Всем привет, дорогие друзья, зрители и те, кто случайно вдруг сейчас зашел к нам на канал. Проект «Открывая Россию заново» начинает цикл программ об очередном российском регионе. Регион под номером 34 я посетил благодаря некоторым обстоятельствам в моей жизни. Признаюсь, столица региона, город-герой Волгоград, еще со школьной скамьи живет глубоко в моем сердце. Известные события Второй мировой войны, происходившие в Волгограде, достойны рассказа в многосерийном фильме. В принципе, кинематографисты и не только отечественные отсняли множество исторических и военных лент о Волгограде. Конечно, все отснятое нашими ранее было по заказу исключительно гостей или радио, то есть государственных органов. В настоящее время монополии не существует и любой режиссер может снимать свое кино об этом городе. И мой проект «Открывая Россию заново» это исключительно мое видение, мои впечатления, мои эмоции, мои новые друзья, моя машина, мои расходы. И мое решение, куда ехать, что снимать, в каком формате, где и кому показывать мои работы. Напомню основную цель проекта «Открывая Россию заново» это популяризировать многогранную Россию и открыть новое народам не только нашей страны, но и других государств. Волгоградская область – это особый регион, а Волгоград – ее сердце. В этот раз я принял решение сделать цикл программ не про весь регион, а посвятить все выпуски только отдельно взятому городу. Уважаемые жители Волгоградской области, вы увидите цикл и о ваших местах. Я уважаю Волгоград, что рекомендую делать каждому, не только россиянину, но и европейцу, азиату, африканцу, жителям всех континентов. И все знают почему. Для непросвещенных скажу кратко, здесь происходили события, которые повлияли на судьбу и ход истории многих государств мира, если не всей планеты. История Сталинградской битвы должна преподаваться в школах всех существующих стран, как пример стойкости, мужества и веры, чего так не хватает многим нынешним руководителям иностранных государств. На дворе 2024 год и цикл о 34 регионе я начну необычно. Друзья, всем привет, мы приехали сегодня в Волгоград и сегодня мы посетим необычное, аутентичное место, которое особо притягивало мое внимание. Это музей-заповедник Старая Сарепта. В 1990 году в числе студентов-отличников, а также в статусе председателя Совета физкультуры, меня премировали поездкой в Волгоград, где впервые я услышал о каком-то поселении немцев в Волгограде. Но в музей нашу группу тогда не повезли. А спустя 27 лет, работая учителем, я побывал с моими учениками в Поволжской столице еще раз. И во второй раз я услышал от экскурсовода о немцах, несших культуру, науку, технологии и веру в Поволжской области России. Но снова в графике посещения Сарепта не числилось. Спустя еще 4 года, друзья, мы были здесь не раз в Волгограде, с третьей попытки я принципиально запланировал этот музей посетить первую очередь. Тем более на нитке маршрута он реально оказался первым на пути. В добром одиночестве, несмотря на температуру моего тела 38, ровно в полночь я стартал. В одиночном путешествии есть что-то особое. Безусловно, это полная свобода. Я использовал эту свободу для успешного снижения температуры без всяких лекарств. Знания физиологии в очередной раз помогли. В 10 утра у меня была назначена встреча, о которой мы договорились до поездки с прекрасными и добродушными сотрудниками музея. Я предвкушал очень яркие впечатления и поток информации об этом уникальном месте России. Друзья, если вы не можете, найти информацию в интернете к большой свалке. Но на самом деле есть одно большое, просто сокровенное место, где вы можете найти ценную информацию, которую вряд ли вообще где можно найти. Это библиотечный фонд. Записывайтесь в библиотеки, ходите в читальный зал, любите книги, и они продолжают повышать грамотность населения. Добро пожаловать в библиотеке нашего города. Музей-заповедник Сарепта. В 1762 году императрица России Екатерина II издает манифест о приглашении иностранных граждан в Россию. Россия нуждалась в людях и, конечно, в специалистах разных областей. Наука, ремесло, врачи, проповедники, христиане. В 1765 году несколько немцев из города Гернгуд, Саксония, прибыли в Поволжский район на левый берег реки Сарпа. Город Гернгуд был основан последователями Яна Гуса, то есть евангелистами, которые следовали библейской истине, а не застоявшимся католическим традициям и верованиям. Примкнувшие к последователям Христа впоследствии и основали этот немецкий город. Имевшие целью жизни распространения христианства и благое вести, переехавшие в 18 веке в Россию жители Гернгута осуществляли миссионерскую деятельность. Она была направлена на распространение христианства в калмыцком народе, для которых эти земли были родными. Однако гернгутеры были не просто проповедниками. Они принесли не только благую весть об Иисусе Христе, но и оправдали надежды русской императрицы, на повышение грамотности населения, принесение ценных научных знаний, опыта ремесленного мастерства строительных и сельскохозяйственных технологий, а также медицины. Первых добровольцев было пять, с них и началась 200-летняя история этого поселения. Присущий немецкий стиль стал проявляться в отдаленной европейской части России очень ярко. Все постройки были диковинками для волжан, а продуманность и технологии немцев опережали русские на столетия. Все это благодаря свободе, гарантированной самой императрицей. Мы дружились и уже сами калмыки стали передавать секреты своего врачевания, то есть восточную медицину, а сарепчане брали только самое лучшее. Культура и труд приезжих немцев радовали русскую императрицу. Опыт современности показывает обратную сторону подобных манифестов. Иммигранты часто диктуют свои условия, проявляют агрессию, насилие, грабят, не хотят работать, устраивать дебоши. Германия, Франция, Швеция, Голландия и другие страны регулярно протестуют против предоставления убежища тысячам беженцев. В связи с этим уровень преступности возрастает, а уверенность коренных граждан в безопасности снижается. Что-то происходит с человечеством. Не та культура сейчас. Не та. Но вернемся обратно к нашей истории. Поселение Гернгутеров разрасталось и стало значимым для всего Поволжья. Пример настоящего христианства и общинного уклада немцев принесло уважение со стороны русского дворянства. Главным стремлением этих немцев было следование принципам начального христианства и неискаженной библейской истине и, безусловно, передачи опыта и знаний. Однако в 1823 году на поселение пришла беда. Пожар разрушил две трети всех владений. Деятельность царепты была под большим вопросом. Но немцы остались верны библейским истинам и, как сказано в книге «Мудрости» в притчах Соломоновых, 16 глава в 33 стихе, написано «В полу бросается жребий, но все решение от Господа». Да, чтобы узнать волю Бога, оставаться ли в России или возвращаться на родину, немцы просто кинули жребий. И жребий оставил их в Поволжье. Последствия пожара пришлось пережить и начать восстановительные работы. А как вы справляетесь с жизненными трудностями и прибегаете ли к такому библейскому способу получения ответа о воле Бога для вашей жизни в конкретных ситуациях? Преобразования в Сарепте затронули не только каждого немца, но и некоторые правила в жизни общины. Последующие 70 лет в немецком поселении появляется первый в Нижнем Поволжье водопровод. Лифт, музей, общественная библиотека, детский сад, фабрика по производству полушелковых платков, кожевенный завод, мельницы, трикотажная фабрика, заводы, производящие свечи, кирпичи, мыло, пряники. В 1807 году построен первый в России горчично-маслобойный завод. В 1843 году, за 100 лет до Сталинградской битвы, в Сарепте посадили картофель, до этого невыращиваемый в Поволжье. Но снова жизнь ставит трудности. И в 1892 году руководство Гернгута прислало письмо в Сарепту об ее исключении из Братского Союза и прекращении миссионерской деятельности. Кто-то вернулся в Германию, а оставшиеся поселенцы превратили Сарепту в торгово-промышленный городок. Пережив Первую мировую войну, поволжские немцы продолжали труд в центральной части России. Но Вторая мировая война привела к депортации немцев и превратила Сарепту в сплошные госучреждения на многие годы. А возникшие с годами на ее месте район Волгограда назвали Красноармейским. По сей день он так и называется. Судьба немцев, вернувшихся из депортации, была разной. Одни уехали в Германию, другие остались в Сарепте. Сегодня Сарепта – это музей-заповедник Старая Сарепта, являющийся наследием колонии, основанной миссионерами Гернгутера. Это уникальный ансамбль из 26 зданий, большинство из которых – памятники федерального значения 18-19 веков. Почти весь комплекс открыт для выставок и экскурсий, одну из которых эксклюзивно мне провел замечательный специалист, сотрудник музея-заповедника Старая Сарепта Денис Платонов. И в следующих выпусках мы с вами прогуляемся по локациям музея и вы услышите эксклюзивное, о чем рассказывал Денис. Подпишись, поставь лайк, чтобы не пропустить уникальное на уникальном канале. Ну а с вами Давид Вартазарян, проект «Открывая Россию заново» – город-герой Волгоград. Берегите себя! Ну что ж, начнем? Начнем! Субтитры создавал DimaTorzok